да нормально снежка под навалило хочу сказать за ночь то еле выехал сейчас это просто что-то с чем-то дело в том что живой за городом в коттедже снег у нас централизованно не чистят чистим снег сами вчера был занят поэтому сын тут немножко снег почистил я не чистил а за ночь так замело все машину мою замело с одной стороны за 1 ветер дул прямо по стекло на двери то есть всю дверь до стекла за эти это просто капец зима как говорится дает просраться прошу прощения за мой французский как я люблю говорить всяких случаях но этот эпитет ярко выражает суть того что происходит на самом деле ну да ладно давайте друзья подтягиваемся в эфир буду рад если кто-то прямо реально в эфире что-нибудь спросит напишет я вообще люблю отвечать на вопросы потому что один человек задал вопрос значит спросили считай других 10 вопрос это потому что редко бывают такие вот уникальные прям совсем часто похожи а тему то я вот так обозначил да а желание достижений всяких да хочется получить какие-то достижения а если для этого возможности нет ли их и что вообще подразумевать под возможностями это вот как раз и будет тема над обсуждением потому что часто люди сетуют на то что им очень много чё чего-то хотелось бы достичь а не получается из-за того что не хватает либо времени либо средств либо чего-то еще я с тривиального начну наверное вообще банального да что человек который хочет значит ищет возможности вернее ищет я сам средства ищет сам и возможности а который не хочет а в кавычках хотя он может думать что хочет ищет оправдание вот че тривиальность так и банальность и и вот как таковую развивать я в том плане вот как высказал сейчас и виде такой и сам сентенсии не буду я хочу рассмотреть что мы под возможностями часто подразумеваем потому что такие банальные вещи как с финансы например там да или просто сам свободное время которое но остается после работы это понятно это это всем понятно но часто эти вещи они являются лишь одно то посредованными и косвенными такими факторами а реальные причины самые реальные скрываются в другом совсем человек говорит мне не хватает времени свободного да для того чтобы заняться самосовершенствованием в каком либо направлении ну например боевых искусствах да либо в изучении там английского она видите время не хватает пусть даже человек готов взять ответственность на себя за то что у него не хватает времени это уже хорошо потому что чаще всего он готов эту ответственность на кого-то перевалить сказать что меня босс там загружает у нас там планы у нас там бы новая политика фирмы это видео он говорит про какие-то внешние факторы ничего про себя не говорит про себя он говорит что у него времени не хватает опять же чего-то не хватает вне его не в нем причина да почему не занимается она вы какие-то причины вовне но есть люди которые готовы взять причину виние ответственность за себя они говорят да это из-за того что я там эффективен там низко поэтому я не могу выделить время себе сам для того чтобы заняться английским языком или чем-то еще вот это уже неплохо это первый шаг но знаете как правило такие мысли приходят у людей после прочтения каких-либо мотивирующих книг книг по тайминг менеджменту и тому подобное но они ничего не решают эти вещи то есть человек на самом деле факта признает это уже хорошо да но у него нету глубокого понимания что же ему мешает ему даются некоторые инструменты в этих книгах или он в процессе саморазмышления приходит к тому сам что ему нужно заняться лучше планированием попытаться быть эффективнее каком плане но у него все равно не получается он может на собраться мобилизоваться на каком-то коротком этапе выдать как говорится с в результат потом устать за неделю и на этом все заканчивается все и и все возвращается на круги сам своя дай бог что если немножко лучше да потому что в связи с тем что он так делал он что-то под натренировал какие-нибудь там определенные навыки хотя бы хотя бы предположим навыки планирования уже неплохо но все понимаете вон причину не находит того почему он у него силы силы воли хватает только на рывок ведь на самом деле что такое сила воли силы воли это мускул до который тренируется он утренировал две недели и почему-то не натренировала для тренированности до для достижения какого вида тренированности необходимо именно две недели это тот с минимальный сам срок чтобы началось серьезные приспособления и перестройка а у него не получилось и вот понимаете причин в чем а потому что у него нет того топлива того той важной составляющей которая помогает мотивацию и не похоронить из-за того что и просто сил не хватает потому что и результат то он видит у него он больше сделал успел сделать вроде еще за мотивироваться больше должен и эта мотивация должна так подхлестнуть его что у него должно еще все лучше получаться потому что все лет вся литература по мотивированию и по над эффективности по лично это том если вы сохраните мотивацию то у вас все получится понимаете человек может сохранить мотивацию предположим человек может сохранить там поехал куда-то далеко сам за рулем и он мотивацию ехать может сохранить но не бензин может просто банально кончится и какая по него мотивация бы не была машин ты ехать не будет то же самое касается тело тело такая же машина наши энергетические сами ресурсы моральные физические какие-то еще они тоже имеют определенную степень восполнения и имеют ограничения конечно мы кибертической системой мы можем натренировать все это дело то есть у нас гораздо может больше быть внутренних сил и физических сил мне это все приходит если мы это тренируем тут самопорочный круг для этого опять же время находить надо вот и вот что же получается что ничего не получается а причина вот может оказаться в чем у человека просто банально не хватает как я сказал уже моральных внутренних и физических сил для того чтобы успевать как можно больше быть эффективным делать все легко когда мы эффективны когда мы делаем все легко и без напряжения или если мы имеем какого какое-то напряжение то оно такое что его компенсация ведет компенсаторной гипертрофии то есть увеличению требуемого качества выносливости силы работоспособности той же самой там да вот если же мы себя загоняем таким образом что у нас нету гипертрофии к компенсаторной компенсация заменяется декомпенсацией и все становится только хуже ну подобным с примером вернее сми примером с хорошим является синдром перетренированности когда человек занимается там отдается полностью тренировкам тренируется по две тренировки в день мотон возникает синдром перетренированности почему потому что у него не хватало времени на компенсацию вот человек загнанный современными темпами жизни не находит сил для компетов ухты 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 вот это ветер ну и вот тебе близь не находит сил для компенсации какая-то полетел и мне прям сюда попало под машину прошу прощения за отвлечение да вот банально не хватает что получается здоровье и вот знаете вот удивительно что ну ладно человек который никогда ничем не занимался да по предположим человек занимается занимается нашел время посещать спортивный зал занимается долго вроде бы у него должно все быть нормально он занимается правильно себя не перегружает но в какой-то момент у любого человека возникает мысль зачем он это делает ну для здоровья ли он это делает или для достижения результатов каких-то в конечном итоге все хотят получить каких-то результатов кроме здоровья хочется быть более выносливым более сильным да по крайней мере хочется сохранить свою силу и выносливость такую как это было предположим в молодости да если уже есть какие-то достижения то чтобы они не стали хуже и сохранить это как можно дольше вот а понимаете с возрастом для этого требуются большие нагрузки и большие силы потому что и катаболизм выше и разумеется мы не становимся моложе на самом деле всего этого добиться можно получается что мы должны изменять свои нагрузки может быть даже может быть даже их увеличивать а в какой-то мере но перестраивать точно и вот человек значит опять же не получает сам тех достижений которых хочет и вроде у него есть уже и возможности он уже потренировался временные а нет достижений нету и получается он сталкивается с какой-то снова невозможностью добиться результата которого хотел так вот мы значит упираемся в то что чаще всего человеку не хватает ни времени ему не хватает ни денег ему чаще всего не хватает внутренних каких-то ресурсов даже не мотивации а именно того поддерживающего фактора который позволит ему и мотивацию поддерживать и на работе действовать так эффективно чтобы время находилось для других занятий чтобы хватало времени и на семью и на тренировки и на хобби и на там остальное все чтобы получать от этого кайф а откуда это все возьмется я вам скажу мой личный опыт и наблюдение в течение долгих лет говорит о том что вся проблема во внутреннем здоровье не внешнем здоровье как человек выглядит внешне может быть кровь с молоком цветет и пахнет подкачанный такой там все вообще там тело красивое все а внутренние это гармонии внутренней такой составляющей это когда и с телом все хорошо и это не противоречит значит как энергетики внутренней а также не противоречит это и каким-то ну температивам моральным вот там удовольствию то есть чувственным каким-то вещам вот этого бывает очень редко а откуда это все возьмется вот это вот сме гармония из одного она берется она берется из хорошего хорошего здоровья физического настоящего настоящего то есть понимаете а вот оно достигается огромным огромной совокупностью факторов которые мы можем легко достигать и мы все это знаем с самого детства как это делать потому что не знаю даже тех родители которые не делают этого сами своих детей этому учат они учат их рано ложиться рано вставать чистить зубы правильно питаться все мы это все знаем и нифига мы этого не делаем да вот что самое важное и чем мы больше чем мы долгие годы сами этого не выполняем тут у меня был очень хороший подкаст о том что любое не делание правильного это тренировка делание неправильного ну сложно да так сразу понять может и переслушать мне придется но я тогда так разжую если вы не тренируете правильные навыки то вы тренируете навык не тренировать правильные навыки то есть это тоже тренировка только тренировка для того чтобы не достигать правильного В итоге годы проходят, и вы отлично натренировываете собственную индульгенцию, слабость, лень, отсутствие воли. Если на каком-то этапе даже с помощью этой мотивации вы можете подорвать себя на какие-то правильные действия, то они, понимаете, в совокупность всего правильного образа жизни не вписываются уже. То есть они какой-то кусочек занимают из этой жизни, а целиком они не встраиваются в нее. Вот в этом-то вся беда. Поэтому, конечно, тот, кто, например, после 30, после 20 лет пытается что-то кардинально все поменять, тому, безусловно, будет намного сложнее. Намного сложнее. Но это возможно. Я утверждаю это абсолютно точно, что это возможно. У меня есть там мужевые примеры, и их очень даже много. Прошу прощения. Так вот, что же нужно? А нужно прежде всего, понимаете, добиться здоровья хорошего физического. Причем такого, чтобы оно, опять же, проявлялось не просто внешне, а чтобы вы себя реально и чувствовали хорошо. То есть вы и выглядели, и были, и чувствовали. Вот если эта сангетриада получается, то у вас настроение хорошее будет. Вы будете действовать, и вот отсюда появится как раз эффективность действовать. Вы будете успевать намного больше. А успевать будете намного больше, значит, появится больше свободного времени. Опять же, если вы будете эффективно на работе действовать, это прямой способ превратить эффективность в деньги. Можно монетизировать ее. Опять же, появляется время дополнительное. Время – это тоже деньги. Если вы это монетизировать умеете, время в деньги, и эффективность тоже в деньги, то у вас и появится еще дополнительный ресурс. Смотрите, кто-то сказал из «Великей» такая, что любая экономия у человека в конечном этапе прерывается, не знаю, больше. То есть любая… Я встаю просто в пробки и, видимо, в такое место попал, где между вышками получается. Сейчас нормально. А начать надо с того, что надо научиться, прям заставить себя всей силой воли своей ложиться спать как можно раньше. Ну, не как можно раньше. В смысле, имеется в виду нормально. Не в тот же самый день, когда вставать надо. То есть не в 2 часа ночи, и не в 3, и даже не в 12, а раньше. И просыпаться пораньше. Можно говорить о том, что есть люди совы, есть люди жаворонки и все такое прочее. Вот есть, наверное, это понятно. Но все на самом деле. Я вот по натуре все время считал, что я сова. И ничто не помешало мне стать жаворонком. Как только я просто решил, в свое время решение я сам и принял, что эффективнее всего я все-таки действую, вернее, успеваю больше всего сделать важных вещей, которые реально важны для жизни, которые ведут к увеличению ее качества, улучшению, благосостоянию прироста. Если я встаю раньше и ложусь раньше. Потому что мне было комфортнее ложиться поздно. Мне гораздо проще было лечь в 5 утра, чем, предположим, в 5 утра встать. Даже если я вовремя, там лег рано. Был такое. Но я просто понимал, я вот оценил ситуацию и понял, что самые низкопродуктивные часы, это все-таки часы вечерние и ночные. То есть для работы, для эффективной деятельности как таковой, для развлечений, может, они хороши. Может, хороши. Но для деятельности абсолютно бесполезны. Какая продуктивная деятельность, вернее, непродуктивная, это в соцсетях потыкаться, на форумах посидеть или там, не знаю. Нет, ну может, там каким-то творчеством позаниматься. Но вот реальной продуктивной деятельностью не получается. Лучше с утра, люди с утра все на работе, все на месте, все заставляют действовать график и режим, да, их легче застать. Поэтому с ними проще порешать какие-то вопросы. Уже после 4 часов люди думают о вечере, о том, как они там домой поедут, 5-10, они уже все разбредаются. После обеденной часы уже люди не любят контактировать, встречаться, решать какие-то вопросы. Все, не поели, там кровь отлила от головы, все, день, уже программа завершения. Я не пошла. То же самое вообще всего касается. Я не про себя конкретно говорю, что там у меня, что я не хочу. Я бы хотел по взаимодействию, да, с людьми. Да они уже все, уже не взаимодействуют. Поэтому надо действовать именно с утра, с утра непосредственно. И с утра, и до 4-5 часов идет самая продуктивная работа. А вечером все, уже можно там книжечку почитать, что-то такое. Тоже продуктивной деятельностью позаниматься, но в плане саморазвития. Вот. И я понял, что да, реально, наиболее эффективно задействован световой день прежде всего. Ну, зимой, конечно, световой день маленький. А вот я по лету меряю. 5 часов утра уже все, понимаете, я на тренировку пошел в 5 часов утра. Люди еще только просыпаются к 8, к 9, там кто-то, ну, кто-то в 7 встает. Я к 7 уже закончил полноценную двухчасовую тренировку. Некоторые ищут там время, как же найти время там потренироваться там где-то. А вот я уже нашел. Все. Я занимался уже. То есть еще до работы я занимался. А за счет чего я это решил? Да я лягу вечером просто пораньше. Я лягу в кровати в 10-11 вечера. А не так, как этот человек, который не может найти время для тренировки, ляжет в 2 часа ночи. В итоге мы на самом деле бодрствуем. Одинаковое количество времени, одинаковое количество часов. Но сделать успеваю я намного больше. А главное, я начинаю день уже таким образом, что я уже сделал что-то, что я хотел бы делать, что я планировал. На чем базируются мои достижения, которых мне хотелось бы получить. То есть я говорю, у человека работает на работе где-то, а боевые там искусства у него являются хобби. Но в них он хочет иметь какие-то достижения, а время найти для занятия не может. Так вот, пожалуйста, вот оно нашлось время. Это я просто один из примеров привел. На самом деле таких примеров много, как это можно делать. Я какой-то подкаст записывал по поводу сочетания разных видов деятельности. Ну, это как успеть все. Но здесь мы говорим о другом. И вот смотрите, успев сделать с утра вот такие дела, вот такой, ну, получив некий заряд от того, что вы уже с утра сделали полезное дело, у вас повышается настроение. Мало того, что вы подняли реально свой тонус, у вас настроение поднялось однозначно совершенно, и вы будете действовать эффективнее. То есть вы сделали пользу, вы для здоровья полезное дело сделали, и для внутреннего своего морального удовлетворения тоже принесли пользу. А ведь ничто нас так сильно не мотивирует и не подхлёстывает, как законченность дел. И особенно это хорошо понимают те люди, кто постарше. Потому что больше всего, если проанализировать вот свою жизнь, нас больше всего тяготят незаконченные или предстоящие дела, которые мы накапливаем в огромном количестве, которые переходят изо дня в день. И которые потом формируются в нереализованные желания какие-то. Есть вещи, которые мы там откладываем годами, хотя для того, чтобы их выполнить, надо просто начать и кончить. Всё. Начал и закончил. Махом делается там 15 минут дело. Но откладывается оно может до бесконечности долго. Понимаете? И вот суть-то в том, что я говорю, что мы не натренировали волю. И вот надо тренировать взаимно-надобратный процесс. Я говорю, что если у нас есть какая-то мотивация, и мы на коротком этапе можем сильно волю подхлестнуть, то она не натренируется, понимаете, если вы не получите в ближайшее время результат. Угаснет мотивация на 100%. А для того, чтобы она не угасла, вы должны получать удовольствие постоянно на всём протяжении. И не только от того, что вы дело завершаете и видите результат, а из-за процесса самого. А из-за процесса вы будете результат получать только при наличии внутреннего здоровья и соответствии удовлетворения от того, что вы делаете, со здоровьем. Потому что человек может, конечно, через силу посещать спортивный зал и испытывать некое моральное удовлетворение от того, что он сам делает, потому что он себя перебарывает, вроде движется в правильном направлении, как он считает. А тело с ним согласно не будет. То есть он-то будет удовлетворяться от того, что он себя превозмогает и борется сам с собой, а тело с этим согласно не будет. И опять же, гармонии не получится, результат это никакого не даст. Так вот, смотрите. Ещё раз я просто для тех, кто подключился в эфир совсем недавно, я вам скажу. Или те, кто не сначала видео смотреть будет. Что на самом деле не во времени, не в деньгах возможности заключаются. Вернее, конечно, наличие времени и наличие денег – это те конечные факторы, которые позволяют заниматься любыми вещами и получать от них результат. Но и время, и деньги являются следствием вашей эффективности высокой. Эффективность высокая является следствием здоровья и гармонии. Вот, если человек это понимает, то он действительно уже по-настоящему возьмёт ответственность за получение тех саморесурсов, которые позволят ему добиться саморесультата на себя. Потому что здесь-то он уже точно понимает, что его личное внутреннее состояние – это его личное внутреннее состояние. Конечно, есть и такие перцы, которые, даже поняв это, могут сказать, «Не, ну моё внутреннее личное состояние зависит исключительно от внешних факторов. Как я могу себя нормально, гармонично там ощущать, если у меня козёл начальник?» Ну, в этом случае всё. Здесь уже абсолютно бесполезно. Человек настолько пассивен, настолько пассивен, что не в состоянии совершенно вести собственную жизнь. Его собственная жизнь абсолютно подчинена интересам других людей. То есть всё, всё, что в его жизни происходит, зависит от других людей. Он однозначно признал, что от него самого не зависит ничего. У него потому ничего не получается, что коллектив плохой, начальник самки козёл, люди сволочи вокруг, государство самотворное, чиновники правительства ничего не решают. Всё. То есть всё вокруг решает всё за него. Сам он не в состоянии изменить ничего, даже своё настроение. Вот. Если это так, то всё. Это не для тех людей. Это подкасты и видео можно вообще не смотреть даже дальше. Всё. Это конченые люди, просто конченые. Нет, я не к тому говорю, что надо на всё забить. Нет. Всё воспринимается как опыт, как некая информация, к анализу для того, чтобы принимать какие-то действия. И действовать эффективно. Опять же. Вот. Но внутреннее ваше состояние, ваше отношение к ситуации и генерация вот этого чувства внутренней силы и удовлетворения – это ваша прямая задача. А знаете, настолько просто этого добиться, я говорю, первое – это надо спать столько, сколько надо. То есть достаточное количество. Ложиться рано – вставать рано. Увидите сами, что эффект будет впечатляющий. Второе – для того, чтобы добиться состояния внутреннего здоровья и ощущения его, а не внешнего только здоровья, как я уже говорю, когда подкачаны, там всё резкие, ловкие, а в самом деле в депресснике в каком-то и нет вот этого кайфа, драйфа, гармонии. Вот. Это состояние, ну, каждый кулик своё болото хвалит. Я как врач-ортопед-самотравматолог, который занимается темой ортопедии и профилактикой, значит, остеохондроза и всяких таких прочих заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, скажу. Здоровье позвоночника и опорно-двигательного аппарата – это 100%. Человек молод, настолько, насколько молоды его суставы. Здоровье мы обычно очень часто ассоциируем с молодостью. Ну, это правильно, потому что в молодости человек болеет реже, если он, конечно, не конченый совсем и не следит за здоровьем. Можно и в 14 лет инвалидом себя сам сделать, и сам чухомором таким, что там болеть по 20 раз за год. Вот. Это может такое быть. Ну, обычно, в общем, это молодые люди там активные, они здоровые. И вот мы привыкли ассоциировать молодость со здоровьем. Так вот, человек настолько молод, насколько молоды его суставы. Это закономерно. Может, молодой человек сутулый, кривой быть, лямой там, и он уже старик. А может, человек быть в возрасте, но подтянутый, со спиной ровной осанкой, движение у легких быстрых со спины можно принять вообще за молодежь. Реально. Больше того, из позвоночника у нас иннервируются все внутренние органы. А иннервация – это и есть надуправление всех органов и систем их интеграции и координации в своих действиях. Поэтому, если есть проблемы с позвоночником, идет ущемление корешков, какие-то патологические процессы, то внутуправление обязательно пострадает. Потому что система вот этого вот, значит, ветвящегося управления, вот этого вот центрального, она страдает. Все, здоровья уже не добиться. И подумайте, откуда можно получать какие-то реально результаты, при этом получать от этого вот удовольствие, если это никак не сопровождается и не подкрепляется, вернее, здоровьем изнутри, когда нету ресурса. Я с самого начала, ну ты об этом начал, я с самого начала начал, это патология такая, масло-масляное. Да, я с этого начал, что у человека может просто не хватать ресурсов, у него может быть мотивация, могут даже быть деньги, время, прочие ресурсы, мотивация. А может просто не хватить бензина, топлива, который берется изнутри. Генерировать эту внутреннюю силу можно массой методов, можно заниматься йогой, что в конечном итоге тоже направлено на поздравление, там, опорно-двигательной системы. Можно заниматься исключительно медитацией, дыхательными практиками, здесь, конечно, с опорно-двигательной системой не так, вернее, никак не работаете чаще всего, но это тоже метод. Но, понимаете, недостаточно заниматься ментальными и дыхательными практиками, если нету той оболочки того сосуда и того инструмента, где находятся и органы дыхания, и мозг ваш находится. То есть нельзя, как некоторые говорят, постигая чисто духовные практики одни, заниматься только духовным саморазвитием и все, а тело лишь, скажем так, оболочка. Нет, все взаимосвязано, иньян, это не может быть одного без другого. Нету нормального сосуда, нету нормального тела, протухнет в таком сосуде быстро вода. Вода, все ценное содержимое, которое там есть в этом сосуде, будет подвергаться риску неправильного хранения и быстрой порчи. Вот и все. Поэтому сосуд должен быть обязательно хорош. Ну и кроме того, это обладание подобным сосудом, оно позволяет получать удовлетворение от деятельности. Я об этом тоже рассказывал, да, когда-то уже. Потому что сосуд должен быть красиво расписан, он должен быть правильной формы для того, чтобы максимально соответствовать той функции, которая есть. Если это сохранение свежести воды, то он должен быть определенной правильной формы, да. Если там температуру сохранять определенную надо, он тоже должен быть своеобразной формы, чтобы максимально эффективно. А если это будет из грязи слепленный сосуд, какую бы туда качественную воду не налили, и сколько бы ни колдовали бы на дне, и сколько бы ни работали, стухнет она в конечном итоге. Она будет мутная, и фигня получится. Поэтому нужно внутреннее здоровье вот это вот, здоровье вот оболочки, которое приносит удовлетворение и чувство жизненного комфорта, радости. Так вот, опять повторюсь, первое это сон, второе это здоровье опорно-двигательной системы, то есть абсолютно здоровый позвоночник должен быть. Тогда вы будете чувствовать на протяжении всего дня легкость и комфорт, чувство такого счастья, вот. И третий момент, это, конечно, питание и вода. Вот я остановлюсь на этих трех, больше не надо, потому что их на самом деле десятки. Но вот эти три я выделяю как вот самые простые, да, самые простые. Потому что работа над позвоночником, она очень проста для того, чтобы мобилизовать его и в хорошем состоянии поддерживать. Если уже, если еще нету серьезных проблем, то поддерживать здоровье позвоночника довольно легко. Вот. На эту тему у меня отдельно совершенно есть, значит, работы и видео. Заходите на мои каналы на ютубе, в сообщество доктор Шилов. Просто наберите в поисковых системах, там, это Михаил Шилов, остеохондроз, вы найдете мои курсы платные и бесплатные по этой теме. Сейчас я провожу вообще целую серию мастер-классов, абсолютно бесплатных, это, кстати, из литруистических соображений, гуманистических. То есть, я мучаю людей, как вообще профилактировать остеохондроз достаточно легко. Вот. Причем комплекс там очень 7 минут занимает. Это я вперед забегаю, ну не вперед, вернее, но вступаю в сторону, чтобы вы просто понимали, как это все на самом деле просто. Вот. Это раз. Вернее, это не раз, а давайте как бы дальше. Итери вода и питание. Ну, по поводу воды. Ну, понятно, что жидкость, которую мы потребляем, должна быть чистая, хорошая. И как можно она должна быть проще. То есть, старайтесь не пить какие-то сложные напитки, всякую хрень, там эти тархуны всякие, кока-колы, фанты и все остальное проще. Чай, кофе, может быть, вот, какие-то фито-чаи, ну, больше чистой воды. Может быть, там изотонические самые растворы, но лучше их вообще даже чуть ли не самому делать, то есть, вот, чтобы ее... Или просто чистую воду пить, а минералы принимать отдельно, да, вот витамины, минералы. Вот таким вот образом. А что касается питания, это целая большая отдельная тема, потому что мы понимаем, что питание само по себе, оно важно, конечно, для поддержания наших энергетических функций, строительных функций. Но также мы понимаем, что имеет значение большое и режим питания, что в конечном итоге больше ответственно за борьбу с излишним весом или, наоборот, набором того веса, который хотелось бы. Например, мышечной массы. Вот. Вот это тоже приводит к тому, что вы будете иметь тот сосуд, то тело, которое даст вам именно состояние внутреннего комфорта и внутреннего здоровья. И вы получите те самые ресурсы, то есть, то тело, которое является основным ресурсом для достижения результатов. То есть, результатов, понимаете, не время, и опять же повторюсь, не деньги, а вот этот вот инструмент, инструмент, который позволяет вам в конечном итоге получить и время, и деньги благодаря тому, что будет действовать максимально эффективно. Ну вот. Поэтому не подменяйте, а вот за свое тело-то как раз ответственность несете вы. Здесь уже не получится перевалить все на внешние факторы, на то, что кто-то виноват, что вы жирный, или кто-то виноват, что вы слабый. Нет. Это ваше личное качество. И эти ваши личные качества зависят полностью от вас, а не от какого-то дяди. Ну, я говорю, что если только вы не конченый человек, и вы не будете говорить так, я толстый потому, что я не могу правильно питаться, не питаю себя правильно потому, что мой начальник урод, я нервничаю на работе, поэтому я много ем, и поэтому всякую дрянь там, и поэтому это вот все. Это все. Это конченый человек так рассуждается. Нет, это ваши качества личные. В общем, я сейчас вам дал инструменты для понимания того и формирования того мышления, чтобы научиться брать ответственность за свое тело и за состояние внутреннего комфорта на себя. Как только вы это осознаете и начнете работать над состоянием внутреннего здоровья, у вас появятся все ресурсы для достижения любых результатов. Хороших результатов. Вот так вот. На самом деле, как оказалось, все гораздо глубже. Глубже. Обычно по поверхности плаваем, да, когда рассуждаем, что времени не хватает. А для молодых людей у меня всегда есть еще отдельная тема. Молодые люди часто откладывают какие-нибудь изменения в своей жизни до какого-то лучшего времени. Считая, что вот они сейчас одно дело закончат, у них появится больше времени, ну так и делают люди постарше часто. Но молодые склонны больше всего к этому. Например, участие в университете, они считают, что ну нет, я вот университет-то закончу, и вот тогда и будет время. Нет. Времени с каждым годом будет становиться все меньше и меньше. Чем моложе человек, тем у него больше свободного времени просто сам по себе. Просто самого по себе у него его больше. Потому что у него нет рутинных обязанностей и дел, как правило, их меньше. Поэтому и времени на продуктивную деятельность намного больше. И поэтому для молодых людей особо ценный совет. Если вы знаете, что вы над чем-то хотите поработать, работайте над этим, обязательно не откладывая это вообще ни на долю секунды. Не ждите следующего месяца там или развязки каких-то событий. Во-первых, времени больше не станет, как я уже сказал. Во-вторых, не живите так, как будто вы будете жить вечно. Однозначно. Этого делать не надо. Не вечно. Вечно не получится. Поэтому успевать надо и здесь, и сейчас. Вот так вот. И работать над собой, опять же, проще, пока молодой. Потому что работа подобного плана даст вам более ранний эффект, более долгосрочный и стабильный. А главное, вам выработанные рано привычки, они гораздо легче вырабатываются. Я говорю, потому что человек, который привычки в течение жизни не вырабатывал, самые правильные, он занимался тем, что целенаправленно не вырабатывал правильные привычки. Он тренировался не вырабатывать правильные привычки. Понимаете? Вот. Поэтому чем вы раньше начнете, тем лучше. Ну ладно. Я думаю, что я что хотел, я донес, и вы поняли, что самый главный ресурс, который позволяет достигать результаты, который дает возможности для достижения их, это, прежде всего, здоровое ваше тело. С помощью чего его таким самым сделать? Внутренне здоровое. С сознанием самым здоровья, а не только внешне здоровое, когда там кубики пресса видны. Что для этого делать, я рассказал тоже. То есть о рычагах самих приложений я тоже рассказал. Обязательно пересмотрите это все. Если что-то недопоняли, то обязательно подписывайтесь на мои рассылки, в рассылках, или на мои каналы, в социальные сети, на социальную сеть. В социальных сетях у меня есть сообщество Кухонный Философ, где я чаще всего выкладываю подобные видео. И там обязательно будет анонс вебинаров по подобной тематике. Вот, и на эти вебинары можно прийти, записаться будет, подписаться, и там позадавать мне различного рода вопросы. Потому что в социальных сетях, я вижу, вы не очень любите вопросы задавать. Ну, всем пока, был рад пообщаться. До скорой встречи.